Когда-либо добытые из недр Османской империи или же современной Турции. Здесь у каждой породы есть своя ниша и свой номер. А это кернохранилище в Караганде. Территория вокруг государственного здания частная, поэтому с видеокамерой нам попасть туда не получилось. Удалось раздобыть лишь вот эти фотографии. Образцы полезных ископаемых хранятся непонятно как. Где-то на стеллажах, а где-то просто свалены в кучу на полу. А вот так хранятся драгоценные архивы и геологическая литература. Оставим без комментариев. Руководителя Турецкого агентства по геологическим исследованиям мы застали в рабочей суете. В момент нашего визита у Мехмета Юзера было совещание. Но побеседовать со съемочной группой из Казахстана все же согласился. Директор долго рассказывал о своем центре, о достижениях и истории. Прошлое здесь очень почитают. Оказалось, что агентство было создано в далеком 1935 году. Начинали с того, что создавали геологические карты. Сейчас центр МТА один из самых лучших в мире. И 90% всех запасов полезных ископаемых в Турции были найдены именно сотрудниками агентства. Мы занимаемся не только разведкой и анализом полезных ископаемых. Одна из основных сфер нашей деятельности – это изучение землетрясений и селий. Это очень важно и в то же время интересно. Экономическая мощь страны и процветание ее народа во многом зависят от полезных ископаемых, которые находятся в недрах. Главное – эти ресурсы правильно и эффективно использовать. Хочется еще раз вспомнить про детский сад на территории турецкого центра геологических исследований. Приезжаешь на работу, оставляешь ребенка, а напротив – твоя рабочая лаборатория. Вечером после того, как поиграл в футбол или большой теннис здесь же, забираешь ребенка домой. Говорят, что так во всех госучреждениях, министерствах или, например, университетах. Нам трудно в это поверить, а там никто этому не удивляется. В Казахстане к геологоразведке относятся несколько иначе. В 90-е годы эта наука потеряла свой авторитет, организации развалились, профессия геолога стала очень редка и больше не романтична. Приведу один простой пример. В начале 90-х в Казахстане существовало Министерство геологии. Там по разным оценкам работали от 70 до 90 тысяч специалистов. Сегодня геологов в нашей стране не больше двух тысяч. Возраст многих из них приближается к 70 годам. Казахстан перестал быть геологической державой. Я сам отдал полевым работам около 20 лет. Это, скажем, жизнь в палатке, в мокрой. Это в любую погоду ты должен идти выполнять свою работу. Да, не очень просто. Но как-то были романтики. Сегодня их очень мало. Как привлечь? Вопрос. Инвестиционная привлекательность геологоразведки в Казахстане упала и сейчас находится на очень низком уровне. Это признают и недропользователи, и чиновники. Одна из главных тому причин – законодательство. С момента получения права на недропользование до проведения первых работ проходит несколько лет. В этом бизнесе время играет против предпринимателей. Конъюнктура цен на рынке постоянно меняется. И даже через год-два добыча на отдельном месторождении может быть уже невыгодна. Закон о недрах и недропользовании, он вот такой тоненький в Казахстане. И когда его писали, во многом делали упор на нефтянку. И это не секрет. Все это скажут. Теперь получается, когда приходит инвестор, допустим, та же компания «Авриатинда» в Монголию, у них вот такой горный кодекс. В Австралию там вот такой детальный документ, где все прописано. Даже прописано, через сколько дней каждая процедура должна быть реализована. Какая ответственность наступает у государства. К административным барьерам прибавляются и сложные климатические условия в стране. Казахстан, мягко говоря, для геологии далеко не райский уголок. Например, в зимний период у нас практически невозможно вести разведку. Земля промерзает. Еще плохая транспортная инфраструктура и отдаленность от рынка. Плюс немаловажный вопрос – доступ к геологической информации. За эту информацию сейчас берут деньги. Но любой недропользователь, приходя на какую-то площадь, чтобы произвести разведку, он должен ознакомиться с исторической информацией. Для чего, если так сказать, может быть грубовато, доить, брать деньги с потенциального инвестора за информацию? Он пополнит эту информацию, он передаст ее государству безвозмездно. В Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий предлагают ввести для недропользователей принцип одного окна, как в СОНИ, и внести норму – кто первый пришел, тот первый и получил. Инвестор выбирает определенный участок, чиновник проводит мониторинг, если площадь свободна, начинаются работы. Весь процесс должен занимать не больше месяца-двух. Это и привлечет в Казахстан серьезные инвестиции. Есть многие проблемные вопросы, которые мешают развитию технологии. И поэтому мы очень много поправок дали. Где-то 47% закон недр-недропользовательных поправок внесена. Можли рассматриваться. Надеемся, что в первом квартале она утвердится. На самом деле трудно представить нашу страну бесполезных ископаемых. И речь не только о нефти. Еще со школы мы знаем, что из 110 элементов таблицы Менделеева в нетрах нашей земли есть 99. Взять, например, уголь. Это 70 с лишним процентов в энергетическом балансе страны. И никуда мы от этого не денемся. Наши недра очень богаты редкоземельными металлами. За ними будущее. Нужно наращивать их разработку. Значимость редкоземельных металлов в наукоемких отраслях постоянно растет. Об этом говорит президент Назарбаев. Это понимают и недропользователи. Понимают и то, что нужно продолжать разведывать, добывать и использовать. Все-таки нам надо понимать, что сидеть просто, положить руку и сказать. Нет, это наш запас и пусть он лежит. Надо понять, а будет ли он нужен потом. Вот у меня тоже был какой-то момент, когда в жизни, когда я купил два ящика тушенки и думал, начнутся большие перемены, они мне пригодятся. Они так пролежали в гараже и никому не понадобились. А потом прошел срок службы. Я не говорю, что пройдет срок службы на нефть или на металл. Но это не факт, что так будет востребовано. Сегодня металл нужен для машины, а завтра, говорят, керамические машины или пластиковые. Уже через несколько лет в Казахстане может появиться свой современный центр геологических исследований на базе Назарбаев университета. Может быть, наш город геологов будет без детских садов, футбольных полей и теннисных кортов. Зато свой. Создание этого кластера в Казахстане обязательно даст толчок к новому этапу развития геологии. К более научному, инновационному и высокотехнологичному. И тогда мы уже точно забудем о проблемах минеральной сырьевой базы в Центральном Казахстане. Начнется прирост запасов полезных ископаемых, будет налажена подготовка квалифицированных кадров международного уровня. Появятся новые легендарные ученые, такие как Каныш Сатпаев. Возможно, именно тогда Казахстан вернет себе былую славу геологической державы. И профессии металлурга и геолога вновь станут одними из самых уважаемых. Казахстан 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 Казахстан